Какой лучший способ найти своего партнера, подобного жемчужине или драгоценному камню? В управлении бывают разные трудности. Их могут быть десятки или сотни. Есть и сегодняшние трудности. А на завтра могут появиться новые. Очень много трудностей. Поэтому не у всех получается добиться успеха. Успех не приходит ко всем. Каким людям он приходит, я приму все эти трудности. И каждый раз буду их преодолевать. Те, у кого есть такая готовность, смогут добиться успеха. Но если появится человек, которому не нравится сразу думать, нет, и зачем этот человек появился, презирать его, то можно сразу скатиться в пропасть неудач. Господа, в вашем окружении ведь есть люди, которые вам не нравятся. Кому-то не нравится спонсор, кому-то не нравится партнер. Так, что некоторые даже меняют ветки. Смотря на таких людей, можно увидеть, что перейдя, они снова обязательно встречают тех, кто им не нравится. Поэтому я и хочу сказать, не пытайтесь избежать трудностей, которые попадаются на пути. Наоборот, важно думать так. Какая бы проблема ни встретилась, у меня есть воля и смелость, чтобы ее преодолеть. И есть причина, по которой это нужно сделать. Не все становятся жемчужинами. Если бы жемчужина была в каждой раковине, то она никогда бы не стала такой ценной. Найти натуральный жемчуг. Но один из способов обнаружить такой жемчуг. Открыть все раковины. Опуститься на глубину моря. Набрать в корзину моллюсков. Выплать. Открывать, открывать, открывать. И среди них будет моллюск с жемчужиной. Какой лучший способ найти своего партнера, подобного жемчужине или драгоценному камню? Приводить разных людей и поручать им работу. Жемчуга нет? Выкидывайте, выкидывайте. Почему можно выбросить? Потому что море больше, моллюсков много. Что я имею в виду? Мир большой. А людей много. Порекомендуйте бизнес Атоме. Поручите что-нибудь. А не получится, можно перепоручить другому. И вот так в какой-то момент попадется жемчужина. Нужно изо всех сил открывать жемчужины, думая, что они могут быть в каждом моллюске. Иначе, если открыть кое-как, есть риск выбросить моллюск с жемчужиной. Поэтому нужно делать все, что возможно для каждого человека. Делать с предельной искренностью. Передавая это многим людям, в какой-то момент среди них появится жемчужина. Если думать так, так и получится. Когда я только начинал, я начинал с четырех человек. Четырех человек. Чтобы присоединить этих четырех человек к Атоме, я в течение трех месяцев обзвонил 250 человек. И на протяжении трех месяцев встречался с ними. Таким образом выловил четырех человек. Среди них было много тех, кто пришел и ушел. Но эти четыре человека превратились в 15 миллионов человек. Я знаю, что в сетевом маркетинге многие люди приходят и многие уходят. Но какие люди добиваются успеха? Люди добиваются успеха не потому, что люди не уходят. Если тех, кто приходит, больше тех, кто уходит, можно добиться успеха. Я скажу так. Среди тех, кто ушел, до сих пор никто не разбогател. Пришел в Атоме, а потом перешел в другое место и там разбогател. Вот и нужно оставить, чтобы ушел. Зачем уже о нем говорить? Среди тех, кто остался, много тех, кто разбогател. Тогда нужно остаться, даже если есть те, кто уходит. Среди тех, кто приходит и уходит, может быть такой, про которого появится надежда. Хорошо бы работать вместе. Но и этот человек может уйти в другое место, если решить, что оно ему подходит больше. Есть люди, которым по темпераменту подходит этот бизнес. А могут быть и такие, которые попробовали, но поняли, что это точно не их. Например, заставить играть в футбол. Разве все, кто несколько раз ударит по мячу, становятся футболистами? Нет. Среди них есть те, кому действительно интересен футбол. И они стали футболистами. А есть те, кто поиграл в мяч, но футболистом не стал. С бизнесом Атоми то же самое. Разве все 100% случаев, начав Атоми, остановились и пошли дорогой успеха? Нет. Даже если такие люди уйдут, нужно оставаться в Атоме и продолжать идти дорогой успеха. Между реальностью и вашим видением есть расстояние. Чтобы преодолеть эту разницу, нужна смелость. Окружающие могут вас сильно критиковать. Нужна смелость, чтобы это преодолеть. Поэтому желаю вам заниматься этим бизнесом, думая таким образом. Но только одно. Нужно думать, что дойдете до конца, общаясь с людьми искренне. Делая все возможное, помогая другим добиться успеха. Продолжение следует...